До прямого эфира с главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезовым остались считанные минуты. Перед его началом руководитель субъекта пожелал всем удачи в предстоящем эфире. А сам он, как всегда, уверен и в хорошем настроении. В начале прямой линии предупредили жители республики о том, что в рамках полутора часов эфирного времени не все обращения смогут озвучить в прямой трансляции. Но без внимания не останется ни один вопрос. Официальный ответ получит каждый автор. Мы эту дату сегодняшнюю выбрали не случайно. Ровно 10 лет назад, 1 марта, вы вступили в должность главы республики. Скажите, прошло много лет для вас, 10 или всего 10 лет? На самом деле, по 10 лет, я считаю, что это такой очень длительный период и достаточно непростой. Я считаю, его нужно оценивать так, что мы сделали за это время. И самое главное, что мы еще не успели сделать и что нам предстоит сделать. Затем, не теряя времени, приступили. На прямую линию дозвонилась женщина из аула Верхняя Мора. Она просила реконструировать дорогу в ауле и провести газ. В этом году мы закончим проектирование газопровода до Учкулана, в том числе, который касается и Верхней Моры, и Нижней Моры, и Хурзука, и Карджурта. И в 2022-2023 году у нас в 2022 году начало строительство, в 2023 году завершение. Об этом проекте газификации отдаленных наших населенных пунктов, на моей памяти, мы всю жизнь говорим об этом. Но вот сейчас мы уже подошли к реальному решению этого вопроса. Нами подписано соглашение с ПАО «Газпром», за что я хочу поблагодарить руководство «Газпрома» и, конечно же, президента Российской Федерации, который дал такое поручение. Что касается автомобильной дороги, соответствующее поручение, думаю, что меня коллеги мои слышат, соответствующее поручение я уже, в принципе, дал. И у нас запланирован участками ремонт этой дороги уже в текущем году. Вела программу директор ГТРК Корчаева-Черкесия Светлана Казиева. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведение трансляции. На этот раз члены республиканского правительства, главы городов и районов были на связи со студией в режиме онлайн. За полчаса прямого общения глава региона ответил уже на 11 вопросов. Поступает очень большое количество вопросов. Я и мои коллеги стараемся достаточно доступным образом объяснить гражданам, что каждый вопрос попадет на рассмотрение и будут даны исчерпывающие ответы по ним. В целом, наверное, самая такая тема, животрепещущая сейчас, это здравоохранение, в том числе диспансеризация населения, медицинское обслуживание. Во время трансляции программы все обращения продолжают поступать в колл-центр. Здесь работа кипит друг за другом, идут звонки от жителей республики. Каждое обращение обрабатывает и записывает специалист. Затем эту информацию передают в студию прямого эфира и озвучивают. В сердце студии пульт. Тут работает сплоченная техническая команда телевидения. Здесь множество специализированной аппаратуры. Каждый специалист четко знает свои обязанности во время выдачи прямого эфира. Когда нужно дать титр, вывести, убрать звук или же иную команду. Руководит всем этим процессом режиссер программы. В ходе полуторачасовой беседы с жителями республики был затронут ряд вопросов, поступивших накануне непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. Больше всего людей интересовала информация о переселении из ветхого аварийного жилья. Проблемы водоснабжения ЖКХ. Были вопросы, касающиеся оказания помощи молодым семьям. Вакцинации и коронавирусном ограничении. Оказания мер социальной поддержки. Мама, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Каким специалистам в нашей республике можно обратиться за бесплатной психолого-педагогической поддержкой для правильного взаимодействия и развития ребенка? У нас есть республиканский центр и муниципальный центр. Я думаю, сейчас также меня министр труда и социальной защиты республики слышит. И я вообще считаю, что у нас для этого все условия созданы. Вы выйдете на заявителя и обязательно расскажите, как и где и когда, и возьмите на контроль, естественно, как, где и когда она может получить, ее ребенок может получить такую помощь. Была поднята тема родных языков. До конца года в республике запланировано издание учебников по родным языкам. Халима Ткачкарова из Нижней Тиберды. Учитель родного языка и литературы от имени своих коллег хочет выразить вам благодарность за внимание к преподаванию родных языков в школах. Буквально недавно получили букварий, харифле и учебники родного языка для всех обучающихся первых-четвертоклассов. Спасибо большое. Но будет ли в ближайшее время возможно переиздание учебников родного языка для шестых-седьмых классов, десятого года издания, хрестоматии для одиннадцатого класса? Учебники быстро изнашиваются. Хотелось бы их, конечно, обновить. Мы недавно обсуждали этот вопрос с коллегами, и у нас в плане работы Министерства образования и правительства Карачао-Черкесской республики на текущий год, на 2021 год, запланировано издание учебников родного языка для шестых-седьмых классов, ну и хрестоматии для одиннадцатиклассников. И этим самым, с учетом того, что мы первый-четвертый класс закрыли, первый-пятый класс закрыли, мы в этом году полностью все классы закрываем, и у нас будут учебники по родному языку. По словам Рашида Тимрезова, уже этой весной состоится и открытие стадиона «Нарт». Глава региона пригласил также всех жителей на открытие соборной мечети в Черкесске. Мы запланировали 1 марта ровно через год, 1 марта 2022 года, открытие нашей соборной республиканской мечети в городе Черкесске. График производства работы я сегодня посмотрел, что-то поменял, что-то утвердили, но от 1 марта мы собираемся официально открыть, куда я приглашаю всех наших жителей и гостей нашей республики. Общение с народом было не таким длинным, но динамичным. На прямом эфире специалистам колл-центра было обработано более 300 вопросов. Ни одно обращение, которое поступило до эфира и во время трансляции, не останется без ответа. По некоторым, глава республики Рашид Тимрезов дал поручение соответствующим министерствам, ведомствам, муниципалитетам и отметил, что они взяты под его личный контроль. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.